Друзья, вам когда-нибудь хотелось почувствовать себя в шкуре того профессионального скейтера из серии игр Tony Hawk? Или же добавить реализма и самому навернуть парочку трюков? Для всего этого есть игра Tony Hawk Ride, о которой я вам сегодня и расскажу. Кстати, хаюшки всем, с вами One Point. Итак, что же представляет из себя игра Tony Hawk Ride? Это беспроводной контроллер доска, сама игра и всё. Комплект, если честно, не очень большой. Но счастье, что есть хотя бы инструкция и дали аж 4 пальчиков батарейки вот сюда для этого скейтборда. Ладно, раз доска у нас в руках, быстро пройдёмся по ней. На всех четырёх сторонах деки у нас стоят датчики. Также на левой стороне можно увидеть все кнопки управления джойстика Xbox 360. Только зачем это делали разрабы, я не знаю. Ха, вы только представьте сидеть и играть с таким джойстиком, к примеру, в МК. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Не убивай меня. Нет, не убивай. Кстати, сама доска выдерживает вес 134 килограммов. Но прыгать на ней, как на настоящем скейте, не хочется. Потому что всё-таки она пластиковая. Для того, чтобы прыгать с удовольствием, есть другая штука. Забыл, как она называется. Ну всё-таки перейдём к самой игре. Только для начала надо одеться, как настоящий скейтер, чтобы пропитаться силой ядрёного скейтбордиста. Скейтбордиста. А? Что ты сказал? Скейтбордисты так не одеваются? Да ладно. Чё, правда? Чёрт. После довольно-таки долгой, ну, на калибровке скейта начинается всё-таки игра. Выбираем режим, в котором хотим играть. В одиночку, вдвоём, по лайву или потренироваться. Ну, судя по тому, что... Я один, наверное, сингл. В сингле нам предлагают что-то типа простой одиночной игры и, конечно же, карьеры. Идём в карьеру, создаём своего персонажа, как обычно в играх серии Тони Хоук. И в путь. А точнее, не совсем. О, нет! Опять нас чему-то учит. В этот раз как управляться этой доской. Где мы, кстати, окончательно и бесповоротно понимаем, что это не тот Тони Хоук, которого мы привыкли видеть. Ни о какой свободе передвижения тут речи и нет. По трассе с препятствиями проложены маршруты, в которых мы можем выбрать три пути. А уж скейтер сам поедет по выбранной дорожке. Отличается только режим Хардкор, в котором мы можем сами выбирать направление туда, куда поедем. После долгого и довольно сложного тутрила мы всё-таки переходим к самой карьере. Где и видим, что вся игра Тони Хоук Райт крутится вокруг режимов Спидран, Трик, Челлендж и Фрискейт. Если с последним всё понятно, то на первых трёх остановимся поподробнее. Итак, Спидран представляет из себя как бы слава. Мы должны уложиться в заданное время и проехать трассу без косяков. Усугубляется тем, что нам попадаются разносортные препятствия и дополнительные секунды, прибавляющие время, а также милые стрелочки разгона. Трик. По идее, самый простой режим. Здесь нам надо выполнить трюков на огромное количество очков. Ну и, конечно, самый, на мой взгляд, ужасный режим. Челлендж. Тут нам задаётся цепочка из определённых трюков, которые мы обязаны выполнить, иначе провал. И чёрт, это не так легко, как кажется. Я вообще не понимаю, как разработчики рассчитывали, чтобы дети без должной подготовки смогли бы это всё сделать. Вот лично я катался на скейтборде и понимаю, что как делать, да и всё равно часто делаю не то. Так что насчёт сложности палочку всё-таки перегнули. Ну, конечно, я не могу не придраться графике. Аааа, мои глаза! Хочется заорать, что забуйство красок и какая-то мутяшность. Графика на 2009 год не тянет уж совсем. Могли бы хоть подглядеть у своих соперников по серии и о скейт. Там графа намного порядочнее. Но в Riot есть, конечно, огромный плюс. Это разные локации, в которых нам придётся побывать. Сделаны, конечно, не шибко с душой, но радуют своим разнообразием. Также не огорчает хотя бы анимации. Довольно плавные и не топорные. И, конечно, не кидает мандраж и музыка. Она, как всегда, замечательна. А профскейтеров, как всегда, озвучивают они же сами. В итоге мы имеем, может, не симулятор, но уже более приближённую к реалу скейт-аркаду. Да, вы можете получить практически те ощущения, что если бы вы купили настоящий скейт и пошли бы кататься. Но это только отчасти и сугубо урезано. Игра рано или поздно начинает надоедать, и неизбежный покой в пыли на полке её ожидает. А во всём виновата однообразие, которым радостно щеголяет Тони Хоук Райт. Даже редактор персонажей по сравнению с другими частями сделан довольно халявно. Игра вышла 17 ноября 2009 года, и на сегодняшний момент стоит около 3000 рублей. Если вы катаете, катали на доске, или просто себя хотите почувствовать в шкуре скейтбордиста, игру определённо стоит купить. Но только лишь тогда, когда у вас на это есть сильная мотивация. Иначе просто разочаруете серии игр Тони Хоук. Всем пока! С вами был OnePoint. Подписывайтесь на канал после титров, ставьте пальцы вверх. Плюсы комментируйте и не забывайте играть только в хорошие игры. Субтитры сделал DimaTorzok